Приветствую вас. Для начала нужно поговорить с вашим мужем и выяснить вообще его позицию, то есть чего он сам хочет. Здесь я, пожалуй, соглашусь с коллегой, который говорит вам о том, что нужно понять, чего хочет ваш мужчина, в первую очередь, да, ваш муж, вот, и, соответственно, что для него наиболее важно. Это первое. Второе. Важно понимать, что любовница давит на мужчину, то есть она на него именно давит. И важно понять, чем она на него давит, именно чем. То есть что такого есть у любовницы, например, что, грубо говоря, делает мужчину, да, более слабым по отношению к ней, чем она его давит. Давит. Обычно, обычно, как правило, значит, ну, давление осуществляется за счет того, что, мол, вот, жена узнает, там, мне не все расскажу и так далее. Но, поскольку вы уже в курсе, поскольку вы уже знаете о том, что, ну, что произошло, и я так понимаю, что приняли это, ну, либо, по крайней мере, решили с этим жить, да. То у любовницы получается меньше, как бы это сказать, меньше возможностей для того, чтобы манипулировать вашим мужем. Но, тем не менее, возможности все же, судя по всему, сохраняются, раз она давит на него. И вам нужно в этом случае, с одной стороны, если уж вы приняли то, что получилось, да, то, что мы сделали. С одной стороны, нужно с кооперироваться с мужчиной, чтобы реально помочь ему выйти из этого положения затруднительного. Это первое. Второе, что нужно сделать, это обязательно увидеть для себя причину, по которой так произошло, так случилось. То есть, почему у мужчины вообще появился любовник, да, ой, любовница, простите. Почему, значит, все дошло даже до ребенка. Это все настолько серьезно, да, что ребенок там уже у них, ну, какой кризис мужчину мог вот простимулировать к тому, чтобы, ну, чтобы изменить вам. То есть, то есть, причина измены, причина измен, ну, необходимо выяснить причину измен. Причину измен, я так понимаю, что она была не одна, не единственная измена. Вот. И, соответственно, уже после этого, с одной стороны, поддерживая мужа и помогая ему, если он раскаивается в том, что сделал, а с другой стороны, исправляя именно свои, именно ваши собственные ошибки, которые имеют место быть, да. Потому что, ну, все-таки, за отношения несут ответственность все же оба партнера. Не только, не только он и не только вы, значит, и с одной стороны, исправляя, значит, ошибки, которые вы совершили, да. А, значит, с другой стороны, исправляя ошибки, вы поменяете свою модель поведения и, значит, получите тот результат, который возможен. То есть, формально, формально, любовнице не выгодно давить на вашего мужа, потому что у нее есть свой муж. И она, наверное, не хочет, чтобы ее муж, да, узнал о том, что она, вот, была в каких-то связях, там, с другим мужчиной. Вот. Поэтому ее давление может быть просто блефом. Но даже если это не блеф, а при, значит, наличии кооперации между вами, именно между вами двумя, все проблемы, в принципе, решаемы. Вот. Ну, на мой взгляд, все они решаемы. Все можно разрешить. Было бы желание. Вот. Сейчас самое главное не делать резких движений. Сейчас самое главное не совершать каких-то опрометчивых поступков, которые могли бы навредить вашему мужу и вам, ну, вам, как вот, как семье, да, как паре семейной. Вот. А чтобы, чтобы, ну, не потерять человека совсем. Вот. И, соответственно, вместе выработать стратегию по формированию поведения. То есть, вполне вероятно, что вам имеет смысл поговорить с этой женщиной. Сказать, что вы в курсе того, что, ну, вот, произошло. И сказать, что вы своего мужа, грубо говоря, простили. Ну, грубо говоря. Даже если это не так, то все равно ей об этом нужно сказать. Вот. И чтобы она подумала, для чего она все это делает и нужны ли ей вообще подобные проблемы. Вам же с вашим мужем я рекомендую к семейному психологу обратиться. Потому что ваши проблемы, которые имеют место быть, они, на мой взгляд, достаточно серьезные. То есть, они именно вот настолько серьезные, что мужчина вам изменял и, собственно, в результате этого родится ребенок, я так понимаю. Вот. Если вы хотите сохранить свою семью, то все проблемы нужно обязательно решать. Помните также и то, что ваш муж сейчас находится в интересной для себя, именно для себя позиции, именно для себя позиции. Позиции жертвы. То есть, это такая, такая позиция, в которой он выполняет роль такого, знаете, ну, беспомощного человека, да. То есть, я ничего не могу, я ни на что не способен, да, я, в общем-то, ошибся, да, я теперь не знаю, что мне делать. Вот. И, в общем, дорогая, я сволочь, да, я плохой человек, помоги мне там и так далее. Вот. Вот. От подобной позиции мужчину тоже нужно отстранять, потому что никому, никому об этого не будет хорошо, ни вам, ни ему, никому, никому абсолютно. Вот. Поэтому старайтесь именно не спасать своего мужа. а именно помочь ему решить проблему, если она, эта проблема действительно есть. То есть, что конкретно, есть и спокойно поговорить, что конкретно вы можете сделать для решения сложившейся ситуации, и что он может сделать. Что вы готовы сделать, именно готовы, не всегда одно и то же, и что он готов сделать. Вот. Я полагаю, что именно вот данный аспект нужно вам проработать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!